МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Саша Сас. И на прошлом этапе моё эго отделилось от моего тела и полностью вышло из-под контроля. Теперь оно будет выступать на экране. Ну что, здорового организатора? Я вообще, честно сказать, не понимаю, зачем вы продолжаете соревнования. Ведь и так понятно, кто победил. Уйди! Ну сам ты иди, понял? Извините его, пожалуйста. Я считаю, что соревноваться, конечно, надо. Я напомню ещё раз, меня зовут Саша, и я выступаю в непредсказуемом стиле. Ну как вам это объяснить, понимаете? Карась! Вот где-то так. Знаете, летаю в самолётах. Летаю в самолётах. И знаете, что бесит больше всего в самолётах? Это вот эти маленькие дети. Кто летал в самолётах? Я понимаю, что в основном это шутка для жюри, но всё равно. Вот эти маленькие дети, вы в закрытом помещении, и вот это... И ты ничего не можешь ему сказать, потому что он тебя не поймёт, и мало того, он тебя не услышит из-за того, что... И мало того, он раздражает... Он раздражает не только пассажиров, которые не знают этого ребёнка, он раздражает маму. А маминые угрозы в самолёте звучат действительно страшно. Если ты сейчас не замолчишь, я тебя высажу! И тут уже начинаю высаживаться я, понимаете? А ребёнок после этого начинает делать... Как будто бы за нашим дельфином гонится полиция, понимаете? А я выступаю под девизом «Порхай как бабочка, жаль вас, ребятки!» Ну не мешай! Ты чё не пристал, ребёнок? Уйди! Вот, аэропорт — это такое прикольное место. Там частенько проводишь время долго, потому что надо приходить заранее. Но когда ты приходишь кого-то встречать, ты невольно начинаешь оценивать людей, которые выходят из аэропорта. Ты вот так стоишь, ждёшь и... О, негр! О, делегация японцев! А у этого вообще откуда деньги на билет? Ой, выперлась! Глаза накрасила, юбка ремень, губы нырастила, мя-мя-мя... А, это же моя! Настя, привет! Вы знаете, что такое даб? Вот! Вот это даб! Вот, кто знает? Это даб! Да, мой мальчик, это даб! Как бы вам, Виктор, объяснить, насколько модный даб? Это то же самое, что и когда-то вот эта вещь, понимаете? Настолько это модно! Да-да, ты, человек с чужим лицом, встань ровненько, я в тебя войду, потому что есть тема, которую надо вдвоём рассказывать. А, нафига мужикам соски? А, нафига? А, нафига мужикам соски? Я написал в гугл, а нафига мужикам соски? И знаете, что оказалось? Мужики, тоже послушайте, это интересно. В утробе матери первые два месяца мы все девочки. А потом бац, и мы мальчики. Теперь я понимаю, почему девчонки себя постоянно накручивают. Они стоят перед зеркалами. Я толстая. Я слишком худая. И как пацаны смотрят на себя в зеркало? Так, отсек пойдёт, так. И я красавчик. Понимаете? Получив эту информацию от гугла, я понял, что мужики — это докрученные девчонки. И вот и всё. Спасибо, меня зовут Сас, и моё эго на экране. Хапай! Хапаю конфиг, Редет Хапай. Саша. Саша, ещё раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Не всё так гладко. Не зашёл ваш второй вот этот человек. Он как-то... Или вы его не скорректировали, или что. Но это было просто как лишнее. Он не смешной был. Да? Да, никто же не смеялся с этого персонажа второго. Вы не смеялись? Было же смешно. По-моему, было смешно. Саша, ну вот реально я сейчас, может, перебью Женю, да? Этот ход лично мне, он понравился там с раздвоением, да? Но там объективно не было шуток. Ты говорил смешнее, чем там. И даже тот диссонанс между вами, он тоже не сработал. Но, безусловно, что ты талантливый человек. Просто ты в какой-то... Есть, знаешь, какое слово? Перемудрили вот ещё. Передурили, я говорила в скетче. Тут перемудрил. Ну, как бы отправить тебя домой, это неверное решение с нашей стороны. Но и в одну четвёртую иди, вот тебе красная ковровая дорожка нет. Поэтому я за импровизацию... Я тоже. Импровизировать залом ты можешь. Как ты симпровизируешь на то задание, которое будет, мне лично интересно посмотреть. Хорошо. Александр, я не согласен, ход хороший. Но вы его до конца не отыграли. Только один раз, когда он в вас вошёл. А в вас вошёл, вы должны были по-другому работать. И в конце не извиняться. Эго уже вернулось. Поэтому в конце «Извините» с вами был «Нет». Потому что надо брать выше и выше, понимаешь? Я не извинялся. Я просто... Не хотите слушать, идите тогда в импровизацию. Всё. Спасибо. Спасибо.